Сегодняшняя тема. Результаты исследования, проведенного исследователями из медицинского центра Сидары Синаи, США, опубликованы в журнале Circulation. До сих пор принято считать, что показатель систолического артериального давления, равный 120 мм ртутного столба, является верхним порогом нормы для взрослых людей. Хроническое превышение этого порогового значения свидетельствует о наличии гипертонии, ключевого фактора риска инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. Однако новые данные, полученные кардиологом Сьюзен Чен, Сьюзен Ченг, и ее коллегами, заставляют предположить, что 120 мм ртутного столба – верхний порог нормы только для мужчин. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты измерения артериального давления у более чем 27 тысяч человек, 54% из которых принадлежали к женскому полу. Оказалось, что для женщин верхним порогом нормы является показатель систолического давления 110 мм ртутного столба. Верхнее давление, хронически превышающее эти цифры, связано у женщин с повышенным риском развития всех типов сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие, а также новые данные подтверждают существование биологических и физиологических отличий между полами, а также объясняют, почему женщины более подвержены, чем мужчины, определенным типом сердечно-сосудистых заболеваний, и эти болезни проявляются у них в иные периоды жизни, пояснила Чен. Полученные нами результаты говорят о том, что единый, не учитывающий половые различия подход к показателям артериального давления может быть разрушительным для женского здоровья. Мы считаем, что медицинскому сообществу стоит пересмотреть действующие рекомендации относительно норм давления, подчеркнула Чен. Читайте также, назван эффективный способ снизить давление смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.